Играть в Игру Престолов Дайте жене Родрика теперь сообщать эти новости Очень сложно Я не представляю, как я это сейчас сделаю Да, да, блин Простите Пытался уберечь как мог В смысле? Вот сейчас, знаете, такой намек был на то, что типа Сочувствую, что он умер, а ты нет Это как-то грубо прозвучало Такой юб, точно Тут же не только Эшер пришел Хватит Ты прыщника нагоняешь Нет Ух! Быстро люди переключаются Ужас, даже никто поскорбить не успел Хоть немножко попытались бы Сделать вид, что вам грустно, жалко И вообще жизнь меняется Нет, всем пофиг Копье? А, меч Тогда ладно Спасибо Очень классный двуручный меч Я пошла Не, ладно, ладно, все возьму У-у-у Эшер, лордом оф Форестер Ну, знаешь, когда отмщение пройдет успешно Ты, пожалуйста, не забудь потом сказать, что по ней особо не выеживались То, что ты все равно лорд То, что ты классный и там подобное А то там, знаешь, победа победа и война войной И потом к тебе будут подходить люди и говорить Не, ну ты, конечно, молодец Но ты-то не лорд То Родрик вот был Вот да, вот он молодец А ты, ну ты же просто отомстил Все, давай, вали обратно в свой гарнизон И поставить какую-нибудь маленькую талию, допустим Тихо-тихо-тихо Ты че? Ты че? Грязнули какие-то Да что ты, блин Дезертиров не любят ни по одну, ни по другую сторону стены Вот именно по этой причине Между прочим, если бы я не ранил твоего медведя Твой медведь бы нахрен ногу мне оторвал Не надо было набрасываться Ты сам виноват Я смотрю, твоего предыдущего медведя тоже убили Потому что у тебя вон челюсть висит Твоего бывшего медведя на шее Так я доказать могу Ну типа, я не знаю, я там клон Тали Фу, они такие страшные, жесть Да он полумертв уже, пока мы тут трепались стояли Насчет медведя, раненого плеча Все, он умер, да? А, нет, еще жив Ты там давай свою вторую челюсть заткни И больше не пытайся даже открывать Да масиками помазать, не кричи Его сестра У меня с ней нет особо доверия По идее сюда Должен мальчик Старков прийти Со своим медоволком 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 Такие уж законы Не он такой, ну блин, ну раз, короче Лорды умерли Старые Давай выгоним его нафиг отсюда Не кормить ничего не будем И медведя снова у него натравим Чтоб бежал быстрее Мессенджер Как телеграмм или ватсап, знаете Значит и тебя не особо долюбливал Ходоки идут в нашу сторону Угу, точно Мы их видели по пути сюда Интересно, у них особый Какой? О, господи Не очень-то классный дар Ладно бы телепортация Или еще что-нибудь А тут всего лишь управление Кучкой бомжей Так себе дар Девчуль, не хочу тебя расстраивать, но Давайте разговаривать таким пафосным голосом Ты даже не катаешься на своем медведе Чтоб так разговаривать А уже прям строит из себя пипец Зверье Невообразимое Наверное, они людей жрут Это упыри, которые возвращены с мира упырей Или что-нибудь такое, наверное Специальный драконий меч Который может убивать упырей По крайней мере, я надеюсь на это Иначе зачем мне чужой меч? У меня свой классный А было бы классно, если бы реально От этих упырей могли возвращать обратно в жизнь И таким образом набирать себе армию живых Но бывалых То есть, которые на той стороне тоже побывали А, ну мы же Мы как бы этот Выкинули меч Пускай хоть обыщится Да ладно А, черт, точно Мы же его взяли с собой Я думала, я его выкинула Надо было его выкинуть Ах, подождите Я, по-моему, выкинул его все-таки Я тогда еще сказала, что отпечатки пальца все равно снять не могут И поэтому выкинула в кусты Так и есть Там, между прочим, пришел чувак С которым мы торговлю хотели вести Мимо того, что Он может нас выдаст, что мы сейчас стоим в подвале Шепчемся, стоим Может быть, стоит, да Пошевелиться Не он опять здесь А может быть, у них просто шмотки У них похоже Избавился от тела А в итоге сейчас оказывается, что нет Помоги мне добраться Стоим, что нужно забрать В сердце Нужно залезть на дно Да ладно, как они увидели-то? Мы же быстро спрятались. Тому нельзя показываться? Его-то за что подозревают? Эй, нет, пошли со мной. Ты должен со мной бежать. Почему его брать? Я не понимаю, за что. Ладно, Миру подозревают, но как они знают, что там был разносчик угля какой-то, что он с ней заодно и так далее? Я не понимаю этого, вот хоть убей. То есть кто-то, может быть, в том анонимном письме написал, что с Мирой работает еще и разносчик угля. Но тогда это должен быть кто-то прям совсем приближенный. Подруга Мира, кто еще? Помните, она как-то раз застала разносчика угля у нас в комнате и Мира сказала, что они дружат между собой, то что разносчик угля помогает ей справиться с проблемами своей семьи, помогает найти какие-то нужные связи. Та крыса, наверное, запомнила это и передала все, что можно в письме стражнику. Вот бред, а? Пипец. Надо быть такой ужас вообще. Я к ней со всей душой. Я и вино ей помогла, и тут ее прикрыла, и там, и свадьбу ей чуть ли не устроила. Сказала, что она не бастард, а чистокровная миледи. Она прям пипец. Везде говном все полила. У него большая армия. Я, конечно, понимаю, что мы любого этого жордоса убить можем. Но у них мальчик. Прикрываются детьми? Как последние скунсы. Хотя скунсы детьми даже не прикрываются, они прикрываются. То есть, вот так вот, спокойно, после смерти брата, Эшера, который вы... На части разорвали. Ты еще пытаешься чего-то добиться. Да неужели? А что, нос-то зажил, который тебе сломали или нет? Нет, так и остался горбатый, ты посмотри. Открывайте двери и поднимите ноги, как мой бандермен. Вы продолжаете производить ironwood? Открывайте мою бандермен, конечно, и вы поднимите мою бандермен. Открывайте мою бандермен. Открывайте мою бандермен. Ай, ты тварь. Не надо нам показывать, здесь же дети, женщины, особенно невеста беременная. Зачем? Уберите отсюда коляску, сожгите ее. Можно как-нибудь прокраситься под воротами потихонечку и поджечь их лагерь, чтобы они во время раздумий, отдыха и ожидания погорели немножко. У нас же есть специальный огонь, который они нихрена не потушат. Сделайте это! Подкоп ложками, поджог синим пламенем. Заодно иродрика там похороните в этом синем пламени. Для вас же это честь. Не надо будет его закапывать и смотреть на ужасные искореженные части тела. Ё-моё. Сложный выбор. То есть тут как бы у них еще и мелкий в западне. Не знаю. Не знаю, чем можно помочь сейчас Форестерам, только если... Да не, в любом случае. Не надо стягивать. Можно просто развернуться и уйти? Нельзя, конечно же. Я знаю, Бэшка. Ты об этом мне уже не раз говорила. Я умерла слишком много сыновей. Ты удерживаешь больше дней, чем ты дадил, брат. И лучше смерть, чем это. Бэшка. Бэшка. Тем более, логично. Будет для этого есть Нет, они пойдут за Болifiques, за тем психопату с ножом Вы думаете, он настолько тупый? Он просто не придет! Вы думаете, он не видел вас всех? И это тоже наверняка предусмотрено У него наверняка есть кто-то, кто выпьет за него первым Он реально может заставить выпить кого-нибудь другого Если у него нет своего винопея, назовем его так То он нам попросит бэшку отпить или тали Схватит кого-нибудь нож в горло, а второго заставит пить Вот и весь прикол с ядом Мне вот интересно, Мать Эшера может же тоже что-нибудь, не знаю, нож в руки взять или еще как-то? Я понимаю, что в боях с кольчугой она участвовать не сможет, потому что не обучена Ну, хоть как-то, хоть как-то помочь ребятам Я думаю, это было бы вполне разумно Я не знаю, стрелять из арбалета издалека уж она смогла бы По своим бы точно не попала Привет! Ааа, спасибо тебе большое, хорош Блин, спасибо тебе большое, чувак, ты просто выручил Давай топай, не оборачивайся Хорош Надеюсь, он не маньяк насильный Иначе было бы провально Блин, у него явно какой-то план Ааа, нет, не план, слава богу, он помогает мире У меня, ну, вот так Это как? Это как? Я слышал, что лорд Андрос обнаружил дом в черных целях Например, у тебя есть свои наемники? Поподробнее можно об этом? Спасибо Просто ты не старался, мне кажется Ты убьешь меня сейчас, что ли? Ага, смотри, смотри, что-то как-то наговаривает, сидит Все, он убьет меня сейчас Ааа, фак, блин, я так и знала, что он маньяк Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа А спорим? Мне кажется, где-нибудь здесь недалеко по любому по сюжетке Серсея. Ну, врезал ты мне знатно. Ай, это больно. Дважды врезать по одной-то башне. Срань какая-то, посмотри на него. Ладно. Ладно, раз Мира так уверена в Серсеи, то, может быть... Не, на самом деле, вряд ли она уверена прям в Серсеи. Мне кажется, она просто припугивает всех ей. Итак, ребята, на этом мы заканчиваем вторую серию Игры Престола. Всем большое спасибо, что были со мной. Мы продолжим играть потом, чуть попозже. С вами была Ева. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!